Когда дело касается жалюзи, штор и аналогов, команда LexBlinds чудо как хороша. Она предлагает более 15 тысяч тканей и дизайнов и применяет продвинутые решения, благодаря которым затраты клиентов постепенно окупаются. Например, ткань-скрин блокирует до 96% солнечного тепла, снижая расходы на кондиционирование. Специалисты LexBlinds не боятся даже сложных проектов с нетипичной геометрией. Нужной рулонной шторой шириной 25 метров будет исполнена, в здании клиента стоят окна 6-метровой высоты – не проблема. Также многие решения от LexBlinds совместимы с Amazon Alexa, Google Home и Apple HomeKit и поддерживают интеграцию разнообразных датчиков, чтобы клиент мог настроить жалюзи, к примеру, на автоматическое открытие с рассветом. Немецкая компания Klafs тем временем предлагает всем желающим купить Espura – первую в мире пенную паровую кабину. По задумке мягкие белые облака не только очищают, но и придают процессу мытья особую атмосферу. Тем более, что предусмотрены свето-звуковые эффекты. А когда кожа засияет чистотой для смывания пены, можно включить сначала обычный, а потом и ледяной душ. Все эти радости упакованы в компактный формат, подходящий в том числе для отелей и круизных судов. Реально уложится примерно в 6 квадратных метров без учета технического помещения. А все водопроводящие линии промываются и дезинфицируются одним нажатием кнопки. Фирма Verandair базируется в Бельгии, однако работает не только по всей Европе, но и в Африке и даже Северной Америке. Почему бы и нет, ведь вот такие веранды-трансформеры актуальны хоть в жару, хоть в стужу. Они биоклиматические, то есть внутри можно поддерживать оптимальный микроклимат. Поэтому веранда в исполнении Verandair готова стать чем угодно – от рабочего кабинета до зимнего сада. Инженерные решения тоже впечатляют. Особый роликовый механизм позволил избавиться от напольных направляющих, а конструкция собирается на алюминиевом каркасе и является самонесущей. Для отделки клиенты могут выбрать закаленное стекло, оргстекло или поликарбонат, а среди дополнительных опций фигурируют отопление, подсветка и автоматическая система открывания. Проектор BenQ GV50 разработали специально для любителей смотреть кино лёжа в кровати. Он вращается по вертикали на 135 градусов и выводит картинку даже на потолок. Немало внимания разработчики уделили основанию. Оно идеально встанет на тумбочку под углом, позволяя настроить положение картинки с учётом всех обитателей кровати. Начинка проектора тоже не подкачала. Специальный режим Night Shift автоматически регулирует цвета, чтобы снизить нагрузку на глаза. Благодаря Sealing Cinema Sound Mod звук будет идеальным вне зависимости от того, сидите вы или лежите. Разумеется, проектор позволяет смотреть кино с Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+. Ощущение, как в кино, обеспечит максимальная диагональ в 120 дюймов. Всё это дополнено аккумулятором, которого хватит на 150 минут и ценой в 800 долларов. Навесы SolarCarPort презентуют как инновационную комбинацию эксклюзивного клеёного бруса и высокоэффективных солнечных батарей. Рациональное зерно в данной разработке имеется. Продажи электромобилей в прошлом году выросли на 33%, но далеко не везде успела нарасти зарядная инфраструктура. Ставим на вес SolarCarPort 15 и получаем достаточно энергии, чтобы проехать не менее 4828 километров в год. Если разделить данное значение на 365, получится около 13 километров на каждый день. Мощность SolarCarPort 15 достигает 6,3 киловатта, а стоит данный вес от 8 857 долларов. Вино весьма чувствительно к условиям хранения, настолько, что оптимальная при подаче температура меняется в зависимости от времени года, поэтому винная коллекция потребует как финансовых вложений, так и пристального внимания. Или вот такого шкафа от LG, который сам разберется с температурой, влажностью, защитой от УФ-лучей и даже вибрациями. Ради удобства южнокорейские инженеры сделали три секции, вот они сверху вниз. Для красного вина, для белого вина и для шампанского, чтобы проверить запасы, не распахивая дверцу, можно постучать по шкафу и включить тем самым подсветку. Также предусмотрены голосовой помощник, Wi-Fi, система автоматического открывания и режим морозилки. Вмещает творение LG, 65 бутылок, а стоит 5679 долларов. Мейтроникс AirCover 300 — защитное устройство, напоминающее гигантские жалюзи. Оно рекомендовано для бассейнов площадью до 81 квадратного метра и максимальной шириной 6,5 метров. Разработчики сделали упор не только на функционал, но и на стиль, так что устройство получило международную награду RedDot Design Award, а клиенты могут выбрать тип и цвет планок по своему вкусу. В любом исполнении защита адаптируется и к готовым, и к строящимся бассейнам, а управлять ей можно с пульта или через мобильное приложение. Цену разработчики называют по запросу. Если смертность пчел постоянно будет держаться на уровне 20% в год, то уже через 11 лет они полностью исчезнут. Почему бы не внести свой вклад в сохранение пчелиной популяции? Вот хороший способ под названием Be Aiment. Этот улей спроектирован специально для городов и настолько прост, что разберется даже пятилетний ребенок. Be Aiment встанет где угодно, от спальни до офиса. Нужно лишь разместить отверстие для входа и выхода пчел на расстоянии не менее 50 см от окон и дверей. Оптимальную температуру в 34 градуса крылатые трудяги поддерживают сами. А защита от клещей рода VARUA встроена в улей по умолчанию. Модель эстетик стоит 780 долларов, пчелы в комплект не входят. Мы привыкли, что вытяжка — это нависающая над плитой довольно большая штука, а компания BORA взяла и переместила ее в столешницу. Всасывающая поверхность отменно сочетается с индукционными и газовыми панелями BORA, иначе говоря, подходит даже для небольших кухонь. Например, панели версии S-Pure — это всего 60 см ширины. Также стоит выделить продуманное управление — при переключении между настройками вытяжки и готовки интерфейс меняет цвет. Яркость выставлена так, чтобы не отвлекать повара, а для линейки Professional сделан выносной блок регулировки. FlexDrain Pro — гофрированная дренажная труба диаметром 10 см. Она доступна в длине до 15 метров и выдерживает давление до 4,7 атмосферы. Несущая способность FlexDrain Pro на 30% выше, чем у других аналогов. Хорошая покупка за 14 долларов. Не менее приятным дополнением к ней станут блоки Stealth Flow — они позволяют отвести ручей из водосточной трубы подальше от дома. И специально сделаны плоскими, чтобы легко прятаться под мульчей или вдоль дорожек. Один блок длиной 152 см стоит 6,5 долларов. В продолжение дренажной темы мастер с экрана покажет секции StormDrain Pro. Они отлично подойдут для проектов, связанных с частными домами больших размеров. Во-первых, запаса прочности StormDrain Pro достаточно, чтобы выдержать транспорт весом до 5 тонн. А во-вторых, секции получили встроенные боковые фланцы, то есть изменить направление дренажной линии можно без покупки дополнительных фитингов. Длина стандартной секции StormDrain Pro 100 — метр, ширина и глубина — 155 мм, а цена — солидные 133 доллара. Но хоть и цинкованная решетка идет в комплекте. 1998 год. В парижской квартире-студии площадью 20 квадратных метров сидит швейцарец Питер Лошер. Он недоумевает, почему на рынке нет оригинальных, удобных, а главное — компактных кухонь. И в итоге решает придумать их сам. Так рождается компания Китчу, которая начинает создавать один шедевр за другим. К сегодняшнему дню продажи перевалили за тысячу. Один из секретов успеха заключается в том, что ключевые части Китчу выполняют минимум две функции. Давайте посмотрим, как это работает на примере кухни модели K6. Ее верхние секции служат одновременно столешницами, защитой, системой подсветки и стойками для гаджетов. Если вы не верите в слово мини, вот размеры. 1,2х6х1 метр. При этом в кухню вписаны мойка со смесителем, холодильник, розетка и даже контейнер для мусора. Удивительно, но и стоит K6 от 5450 долларов. Домашние роботы тоже уверенно движутся по маршруту прогресса. Например, Кьюби уже готов взять на себя рутинные задачи вроде мытья полов и перемещения корзин с бельем. Он таскает до 20 и буксирует на тележке до 90 килограмм. Дополнительно можно поставить камеру, наверное, приятно следить за уборкой лежа на диване. Стоит Кьюби 2000 долларов. А чтобы он действовал не в одиночку, на помощь уже катится роза, другой робот от этого же производителя. Он стоит дороже 4900 долларов, но и умеет больше. Во-первых, роза ходит по лестницам, а во-вторых, в процессе тащит на себе до 25 килограмм. Добро пожаловать в Индонезию. Мясные умельцы построили мини-гэс. Ключевой деталью конструкции стал Архимедов Винд. Также авторы использовали инвертор напряжения и трансформатор на 3 А. Да, возможно, выхлоп у данной станции не такой уж большой, примерно до 100 Вт. Но если Винд будет крутиться 24 на 7, вполне реально постепенно сформировать запас энергии на непредвиденные случаи. Немецкие инженеры бросают вызов грязным окнам. Пусть их моют вот такие дроны. Кстати, летающие труженики весьма универсальны и очистят заодно солнечные панели, фасады и другие объекты, до которых людям бывает сложно дотянуться. Высота уборки не ограничена, скорость достигает 100 квадратных метров в час. Технология такой очистки быстро адаптируется к конкретным условиям и особенностям зданий. И, конечно, специалистам-мойщикам больше не придется рисковать, забираясь на какую-нибудь высотку. В серии Termit Profi представлены септики двух комплектаций — самотечный и принудительный. Переход от солнечных навесов, дронов и прочих технологий немного рисковат, возможно, но септик — не менее, а то и более важная покупка. Termit Profi очищает стоки, благодаря чему они становятся безопасны для экологии, не пахнут и хорошо уходят в грунт. Модель 2.0 при этом стоит не так уж много — 624 доллара. Это вариант на четверых. Степень очистки в нем достигает 75%. Производительность — 800 литров в сутки, а благодаря ребристой форме Termit Profi 2.0 ставится в любой грунт. Турбофонд — один из крупнейших французских производителей каминов. Давайте оценим парочку его моделей закрытого типа. Их стеклянные створки ездят вертикально, а во внутренней части использована огнеупорная керамическая масса, известная под названием Шамот. Стоимость каминов почти одинакова — около 4950 долларов. У модели Sigma 79CV номинальная мощность составляет 6,9 кВт. Для нее подойдут дрова длиной до 50 см. Модель Sigma 110-50 помощнее на 12 кВт и питается дровами длиной до 60 см. А какой пришелся по душе вам? Что интересно бы у вас на балконе? Возможно, там стоят цветы или вещи, которые жалко выбросить. А вот команда Vido Solar предлагает кое-что поинтереснее. Почему бы не организовать солнечную электростанцию? Ставим вот такие панели, разработанные специально под балконы, и получаем бесплатную энергию. Базовый комплект Vido Solar Lite 320 монтируется без инструментов за 5 минут, состоит из четырех панелей и выходит на мощность 320 Вт. Цена такого удовольствия — 555 долларов, а если позволяет бюджет, можно взять и вариант помощнее — на 1280 Вт. Это 16 панелей за 1200 долларов. Возможно, в будущем балконы станут уже не так хороши для установки солнечных панелей. Эксперименты показывают, что отказ от классической плоской формы в пользу сфер позволяет улучшить эффективность панелей более чем на треть. Например, группа специалистов научно-технологического университета имени короля Абдалы создала солнечные сферы размером с мячик для пинг-понга и в ходе экспериментов выявила рост эффективности на 36% в сравнении с плоскими панелями. А немецкий архитектор Андре Бруссель продемонстрировал прототип солнечного генератора с огромной стеклянной сферой, действующей как линза. По задумке это неплохой вариант для зарядных станций под электромобили. В сравнении с классическими панелями творение Брусселя работает на 35% эффективнее, а в пасмурные дни и вовсе обеспечивает в четверо больше энергии. Бруссель Бруссель